Они вновь выходят на лед, чтобы сразиться в любимой игре. Щелковские ветераны хоккея, команда Литвинова в этом сезоне борется за Кубок Победы, который проводится в рамках проекта «Народный хоккей 50+.» Так, на ледовой арене имени Владислава Третьяка ветераны спорта провели игру зонального этапа соревнований. Соперником щелковцев стала команда из Орехова-Зуева «Восток». Играли три периода по 15 минут чистого времени. Уже в начале встречи щелковцы заявили о себе контратакой и первой шайбой заброшенной в ворота гостей. Тем не менее, «Восток» не растерялся и ответил голом, на что последовала еще одна атака Литвинова и еще одна шайба ворота соперника. Первый период хозяева завершили с преимуществом в один гол, но в середине игры щелковцы дали понять – шайбу не отдадут. В конце второго периода оторвались на два гола, а в третьем и вовсе не оставили шансов отыграться. В результате щелковские ветераны завершили игру с победным счетом 7-2. Помогло опыт, желание, старание, ну и самоодача каждого игрока. Щелковские ветераны хоккея всегда громко о себе заявляли, становились победителями и призерами многочисленных турниров – областных, всероссийских и даже международных. И в этот раз им удалось обыграть соперника с явным преимуществом. Три шайбы ворота забросил Аркадий Андреев – мастер спорта, тренер высшей квалификации, в прошлом – хоккеист «Спартака», «Крыльев Советов» и других известных команд. Рад просто за ребят. Вот эта программа губернатора Московской области «Активное долголетие» – вот она в действии просто. У нас более мастеровитая команда. Она котируется не только в области, но и в России, за рубежом. Ну, рад быть в этом коллективе. Игра была напряженной, но хоккеисты были предельно корректны. Не было ни одного удаления. Ну, было достаточно тяжело с ними играть. Сочелковская команда игра всегда интересна. У них игроки все, скажем так, с хоккейным прошлым. Поэтому у нас все, в принципе, ребята такие, кто в 40 лет начал играть, кто в 35, все со двора, по идее, по большому счету. Поэтому мы так с одной стороны учимся, с другой стороны поддерживаем движение. В резональном этапе участвуют ветеранские команды со всего региона. Выйти в плей-офф удастся двум командам из каждой группы. Щелковским ветеранам предстоит провести еще несколько игр с хоккейными клубами из Ореховозуева и Балашихи. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.